Добрый вечер! Патриотичному республиканскому проекту у нашей области. Головная каштовность. У Гомеля прошел расчистый сход, присвященный Международному Дню Миру. Беликая будовля. У Мазары протягивается реконструкция драматичного театра. А зараз об этом и иншим больше подробно. Завершится у Буазимых в Беларуси до первого костричника. Такое доручение дал президент подчас рабочей поездки в Гродзинскую область. Особливую увагу з уликам на дворье необходимо надать темпам работ на полночекарство. На полях предприемства «Шарняховский Агра» керавнику державы продемонстровали сельгазтехнику для уборки и доромнения кукурузы. Аграры означают, наши машины конкуренцию с замежными вытримливают. Керавнику державы доложили у целом о бассейне полевых работах. Так, а мальпалова площадь бульбы убранная. Урожайность выше изолетошнюю, однако по меркованию президента технологии, какие есть в Украине, уже дозволяют иметь больше важкий урожай. Я тебе скажу, на моем фермерском экспериментальном участке половину убрали, около 600 центнер урожайность. И у хороших фермеров такая урожайность. Уже есть такая, да. А у тебя все 300-320. Это уже прошедший этап. Уже сегодня надо иметь 400, хотя бы 450. Безусловно, чтобы... Тем более, у нас же специализированы хозяйства. Поэтому надо правильно сеять технологически. Это уже меня не убедишь, потому что я убедился на конкретном своем поле. Александру Лукашенко доложили и об развитии льноводчей галины. Наведывающий Карелише Леон, президент Подрабязный ознайомился с работой предприемства и продукцией, которую оно вырабляет. У размове с коллективом завода керавник Зержавы сказал, что лишний раз упылнился. Принятое ранее решение заховать и развивать льняную галину в Украине было правильным. Сегодня в Беларуси означается День мытника. Урошистый сход, присвященный профессийному святу, провели в Гомельской мытни. На парадку дня, подведение выника у работы и узнагороживание лепших. А за 8 месяцев 2019 года по распункту пропуску в Гомельске мытники сопроводили свыше 560 тысяч грузовых и ликовых автомобилей, больше, как 30 тысяч автобусов. Под шаспи растяжения границы проверили свыше 2 миллионов 700 тысяч человек. Это работа по трабое постоянной сконцентрованности и уважливости. С початку года сопрацовники Гомельской мытни выявили больше, как 3600 администрационных порушений, что удвоя перевышает минулогодних показчиков. Наибольшие часто люди порушают установленные нормы перевозки алкоголя, мясной продукции и цигарет. Что касается уголовных дел, то уже на сегодняшний день 16 уголовных дел непосредственно были выявлены и возбуждены сотрудниками Гомельской таможни, а по информации нашей иными правоохранительными органами это 38 уголовных дел. Причем основная масса из них это непосредственно ввоз товаров, которые запрещены либо ограничены. То есть это наркотические различные препараты, либо иные препараты, которые содержат психотропные средства. На базе Гомельской мытни сформированы коллективы профессионалов, которым каждый суперсовник – специалист высокого класса. Подтверждение тому уручены под часу расшистого схода узнагороды нагрудные знаки за знаку и гоноровые грамоты – подзяки. Подведенные выники в черговый раз доказывают, что структура застаётся действенным механизмом державного регулирования внешнего гандля, пополнению бюджета и умоцовании экономической безопасности. Новые кроки уборать без наркозлочинностью. В регионе поширили штат подразделения аналитичной разведки областного управления по наркоконтролю и супрадзению гандлю людьми. Мера необходима для повышения эффективности выявления злочинцев, которые ведутся в наркобизнес в интернете. Сегодня такая информация огучена на посяжении Гомельского гарвы конкама. Свочасовость принятых мер доказывает и проведенный анализ ситуации, связанная с незаконным оборотом наркотиков. Больше за 90% злочинства у этой сферы здесняется с выкористанием сетки интернет. Дякуюши узмацнению кадрового состава управления за 8 месяцев года до криминальной отказности притягнуты 22 особы, які угоходили у организованной злочинной группы по сбытии психотропных речевых прозинтернет. Для пораунания, в минулом году было выявлено 13 таких выпадков. Основная их доля, которую сейчас занимает, это альфа-ПВП либо скорость. Это связано, наверное, и с легкостью употребления, и с достаточно широким распространением, и отсутствием каких-то тормозящих моментов, наверное, в обществе для распространения этого вида наркомании. Усягось улита до криминальной отказности. За незаконный оборот наркотиков притягнуто 149 особ. У их лику 9 неполнолетних. Подарунки за чистый автомобиль. Областный комитет природных ресурсов у Яхова-Навокольного осяродя и областное управление ДАИ провели суместную акцию. Яна промеркована до Европейского тыдня мобильности и дня без автомобиля, який пройдет 22 вересня. На площади повстания сегодня проверяли узровень шкодных выкидов автомобилей. Водители, чьи ауто, отповедали нормам, отримливали сувениры. Остатним раэль извернуться до специалистов, как выхлопы стали частей. А кроме того, у всех просили 22 вересня, у день без автомобиля, покинуть свой транспортный сродок на стоянцы. Колькость ауто на дорогах Гомельской в области кожный вод повялищего яйца, возрастая колькость шкодных выкидов. Число транспорта из года в год только возрастает, соответственно, выброс всяких загрязняющих веществ тоже растет. Поэтому, подведя итоги прошлого года, прирост транспорта составил почти 2%. В текущем году в Гомельской области все города области присоединились к данному мероприятию. В рамках проведения дня без автомобиля проводятся мероприятия совместно с госавтоинспекцией на проверку соблюдения норматива по выбросам загрязняющих веществ. Завтра в Беларуси пройдет шарговая промоя линия мясовых органов Улады. У Гомельским Абл-выконками звороты громадян будет принимать наместник старшини Владимир Горбачеву. Номер телефона у Гомеля – 33 12 37. Промоя линия працует с 9 до 12 годин. У ГТСШ на соведе будет наместник старшини Гомельского Агар-выконкама Сергей Андреев. Номер телефона – 51 45 58. Протягиваем выпуск. Сгодно с решением Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, 21-го века сне означается Международный День Миру. Его уголовная задача – узмацнение идеалов миру как на национальном, так и международном узровне. Что для этого робится у Гомельской области, ведают наши корреспонденты. Беларусь – краина миру, згоды и безопасности. По часу расистого схода, просвеченного Международному Дню Миру, у Гомеля это вырос повторяется неодноразово. Для краины, якая по час великой очины и войны стратила кожного третьего же гора, мирное небо – не просто пожадание. Для достижения этой меты робится шмат. Утымлику на региональном узровне. Международный молодежный лагерь миру и дружбы. Международные марши миру, по час яких делегаций обмерковывают актуальные проблемы сучасности. Ушановывание человека працы, просуджение звания «Дятя Миру» – это только не которые акции, якие проводят областное отделение Белорусского фонда Миру. Даже на наступном тыдне тут по традиции плануюсь повиншавать батьков, якие народят детей 21 вересня. Через 34 дня мы обязательно идем чествовать матерей, вручаем им свидетельство, что родился ребенок, и вручаем подарки. Вот за это время, за 12 лет, в котором мы акцию проводим «Дятя Мира», по области родилось 714 ребятишек. 21 вересня православные верники будут отзнащать рожство про Святой Богородицы. У отповедности звучанием церквы «Яйна Роджения» не было падеи выпадковой и завышайной. Ей была отведена важная роль о ожитивлении плану в ротовании человечества, и «Яйе» так само можно назвать миротворцей. Блаженный миротворцей, говорит Господь, обращаясь к нам через свое Святое Евангелие. И вот эти слова, они сегодня звучат настолько актуально, призыв каждому из нас, какой бы мы конфессией не были, какой бы мы были в национальности, но созидание мира, это, наверное, сегодня главное во всем мире, то, к чему стремиться должен быть человек. Хочется всем пожелать добра, счастья, любви и мира. Олег Сен-Сюров, Ольга Коновалова, Йоген Макенка, тыля Радо Компания «Гомель». До Речи на передний Международного дня миру Речицкий район дал старт патриотичному республиканскому проекту «У славу огульной перемоги» у Гомельской области. Митинг и церемония передаши капсул з воинских похований отбылся у парку «Перамоги». На территории Речицкого района знаходятся 110 похований у периода Великой Айчыны Войны. Это братские и индивидуальные могилы оборонцов Айчыны, а так само похований ахвяр фашизму. З их узята пожымение земли, якая потом смешана у огульную капсулу с гербом района и его назвой. У этой дни акция проходит во усих памятных мястинок Беларуси, где похованные загинувшие у боях оборонцы Айчыны и мирные жихары ахвяры войны. После капсулы с землей будут собраны укрепти храма помника в Минску. Плануется, что у расистской церемонии пройдет в 75-й день Великой Перамоги. Сегодня в Гомеле прошел пятый пленум областной организации Белорусского просоюза работников аховы здоровья. На обмеркование актуальных пытаний собрались опросовники профактивы из усих районов в области. На парадку дня – змену в працонном кодексе, которые тышатся социального партнерства. Ведать нюансы необходимо к обнаронных и на корысть выкористовывать инструменты взаимодействия помеж профсоюзами, наймальниками и працонными коллективами. К счастью, у нас в здравоохранении каких-то антагонистических противоречий между администрацией и профсоюзами никогда не было. Но нужно учитывать то, что изменяются некоторые позиции. Удельники пленуму обмерковали пытание правовой и коллективной договорной работы социально-экономического блока и оховы працы. У Мазиры протягивается реконструкция драматичного театра. Максима уже в наступном годе актеры выступят на новой сцене, а глядачи по вартості оценят працу будовников. За кулесами будпляцовки побывала здимашняя группа телеканала «Мазир». Символ культурного життя «Мазира» драматичный театр сегодня представляет собой виалистную будовнючую пляцовку. После реконструкции театр будет оснащен по опошним словам театральной моды. При этом рестаураторы и будовники делают все, как помник архитектуры заховал первое початковое обличие. В первую очередь сохранен внешний облик, внешний облик. Соблюдены все внутренние размеры и конструктивные элементы восстановлены. При этом соблюдены все новые требования по теплотехнике. Здание утеплено, окна новые поставлены, энергосберегающие. Будинок на Ленинской улице зубоходом и выглядел по округе колоннады, узведенную в початку 30-х годов минулого 100-го года. И свое признашение служить актерам и глядашам николи не изменял. Кажут, колесте сам Иван Мелеш глядзе у тут спектакль, поставленный по его же романе. Процесс реконструкции театра почался в 2010-м годе в рамках державной программы социально-экономичного развития и комплексного выкорастования ресурсов Припятского полеса. Работы протягивались и после пожара в лютом 2013-м. Начинать пришлось с подмурком. С 2015 года реконструкцию драмтеатра припинили. Пауза, связанная с отсутностью финансования, затягнулась на некольких годов. Але уже в этом году у помешканьях на Ленинской закипела праца. Само реконструируемое здание состоит из трех функциональных блоков. Блок А – это основной зрительный зал на 340 мест и с балконом на 265 зрительских мест. В блоке Б находится малый зал, так называемый, с административными помещениями. И блок В – это блок хозяйственных помещений, вспомогательных. Основный будынок с внешним изменениям не подвергался. Два иншие блоки – администрационный господарча – перебудовали практически на новом. Одна из головных задач – модернизовать театр, разрабить его сучасным и комфортным, как для актеров и персоналу, так и для глядашоу. Внутри целиком изменяется покрытие подлох и стен. Шмат силы часу, займе, обновление осветляльной системы. По коль подбираются театральные люстры, будовники рыхтуются, працавать над подвясными столями. Идут отделочные работы по блоку А. К потолкам мы приступили по вестибюлям. И готовимся приступить к зрительному залу. После реконструкции у великой зале крыху поменьшилась колькасть креслов, деля комфорту и безпеки глядашоу. На найновшей механице будет працавать сцена, световое и гуковое обсталявание. Коррекции подвергнулись системы пожарной сигнализации и вентиляции. Стало больше запасных выходов. Меркуется, что выступать на рандованных пляцовках трупа драмтеатра будет еще недолго. При отсутствии форс-мажора, первые спектакли народной сцене яны сыграют уже в наступном году. Катерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Прописнов. Телеканал «Мазыр» специально для телерадио компании «Гомель». У субботу у «Гомельским цирку» стартует новая программа шоу «Лядовое королевство». Гостейчака яркая, динамичная и неверогодно маляуничшая ведовиша. Глядаши трапят на королевский баль, колеси же хары, чаровной краины, эльфы, хоббиты, лесные феи, люди и звери разом перемогут злого чаровника. В представлении объединяет фигурное катание и калейдоскоп цирковых номеров. На арену выйдут акробаты и поветранные гимнасты, жанглеры и фокусники. Программа сюжетная. Кожный номер раскрыет частку истории «Лядового королевства». У делу программе примут и четвероногие артисты – медведи, малпы, собачки и кошки. Цвик программы «Морский котик» Тони, який сдевит складанными труками, например, выконостойку на одном ласте. Я скажу, жанр коньки взять, фигурное катание, и взять тот же воздушный жанр, акробатов воздушных, совместить вот эти два – это уже уникальность. Скажем, это очень травмоопасно, это небезопасно, но это зрелищно. Со зрителем мы тоже работаем. Общаемся, да. Зрителя приглашаем в манеж, поэтому мы рекомендуем девушкам не одевать высоких каблуков. Вдруг они тоже. Не так много, конечно, не всех зрителей, но выборочно выбираем. И, честно говоря, у нас очень сложный, трудоемкий момент происходит, который зрители не видят, и мы подбираем себе, скажем так, партнеров. Люди сидят, смотрят представления, наслаждаются представлением, и не знают о том, что они будут сейчас тоже с нами вместе артистами. Мы даем возможность им себя проявить. Эти инши новины вы можете узнать на нашем сайте, в интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуске завершено. Спасибо за внимание. До встречи в эфире. Де-факто на телеканале «Беларусь-4» Гомель в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Массовое ДТП под Добрушем. Накануне там произошла авария с участием шести автомобилей. Четыре получили повреждения, два вышли сухими из воды. Но из одного из них создалась аварийная ситуация на дороге. Владелец автомобиля «Волга» решил проучить девушку-водителя и резко затормозил перед ее «Пежо». Такой грубый урок повлек за собой большие последствия. За «Пежо» резко затормозила «Тойота». В нее врезалась фура. Иномарку выбросила навстречу, где она столкнулась с грузовым автомобилем, из-за чего последний съехал в кювет. Но на этом череда столкновений не закончилась. Водитель большегруза, который следовал за фурой, уходя от столкновения, выехал на ту же встречную полосу и тоже добавил повреждений «Тойоте». От такого дорожного футбола иномарка загорелась. Благо, водители два пассажира смогли выбраться из машины до пожара. Чтобы потушить авто, понадобилась помощь МЧС. Водитель, который спровоцировал всю эту заваруху, задержан. Прав он точно лишится. И пока сложно сказать, каким будет размер штрафа. ГАИ разбирается в обстоятельствах массового ДТП. Индивидуальный предприниматель из России лишился партии сигарет, которую пытался вывезти из Беларуси. Товар изъяли сотрудники милиции. В районе контрольно-пропускного пункта селища они остановили автомобиль «Форд Транзит» и обнаружили в нем незаконный груз. Россиянин поплатился за то, что предпринял нелегальную перевозку. Документов на 134 тысячи пачек сигарет, которые находились в коробках, он не предоставил. Рассчитывал на двойную прибыль, а в итоге лишился всей партии. Стоимость которой, кстати, правоохранители оценили в 200 тысяч рублей. Начат административный процесс. 75 человек были эвакуированы из школы агрогородка Конкович и Петриковского района. Из-за возгорания учреждения образования экстренно покинул персонал и 54 учащихся. Задымление случилось на кухне. В панели регуляторов электрической плиты загорелась проводка. Представители администрации школы самостоятельно провели эвакуацию и с помощью порошковых огнетушителей справились с пожаром. К моменту приезда МЧС возгорания и напоминал только запах дыма на кухне. Ущерб минимальный. Придется заменить поврежденную электрическую плиту. На сегодня все. Будьте в курсе происшествий Гомельского региона вместе с Де Факто. И оставайтесь на Беларусь-4. На телеканале Беларусь-4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. 22-й тур чемпионата Беларуси по футболу высшей лиги стартовал сегодня. Поединками Минск, Славия и городея Динамо-Брест. Второй представитель нашей области выйдет на поле 22 сентября. Гомель примет на своем поле Минское Динамо. Стартовый свисток прозвучит в 17.00. Сейчас лидер белорусского чемпионата Брестское Динамо. На 5 очков от него отстает Батэ. Борисовчане имеют в активе столько же баллов, как и Солигорский шахтер. Что касается представителей Гомельской области, то Мозриское Славие с 23 очками занимает 9 место. А вот Гомель держится на 13-й строчке. В его активе 18 баллов. 21-й тур чемпионата Беларуси по футболу в первой лиге пройдет в эту субботу. Локомотив на своем поле примет Лидуа, Светлогорский химик, Бобруйскую белшину. Матчи начнутся в 16 и 17.00 соответственно. Третий представитель Гомельской области Речицкий спутник отправится в гости к Слониму 2017. Старт поединка в 16.00. В турнирной таблице железнодорожники замыкают тройку лидеров. Первые два места делят Смолевичи и Белшина. Речицкий спутник расположился сразу за локомотивом, а вот химик находится на восьмом месте. Состоялись очередные поединки в экстралиге хоккейного чемпионата Беларуси. Гомель в гостях потерпел поражение от Лиды 0.5. Счет хозяева открыли в середине первого периода. Еще по две шайбы забросили во втором и третьем. Жлобинский металлург также уступил Неману с сухим счетом 0.4. Выездное турне по Гродненской области не принесло сталеварам турнирных баллов. 22 сентября металлург и Гомель проведут полеское дерби в Жлобине. Вновь играем дома во втором раунде квалификации Кубка ЕГЭ в женская команда гонбольного клуба Гомель и датский хернинг и каст дважды сыграют в нашем областном центре. К такой договоренности пришли соперники. Поединки состоятся 18 и 19 октября на паркете Гомельского дворца игровых видов спорта. Начало обоих матчей в 19.00. Отмечу, что соперник команде Томожа Чаттер во втором раунде достался непростой. Хернинг и каст полуфиналист Кубка ЕГЭ минувшего сезона. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4.